Припухлости должны быть именно такие, и не меньше, и не больше, чтобы архитектура дивана выглядела идеально. Как это эротично было означало припухлости. Я их так называю, да? Извините, не убежал. Сегодня я пришел в гости к Элле. Она хозяйка, ты, кстати, хозяйка. Я сегодня в этом прямом эфире покажу вам мебель, которую мы используем в своих проектах. В частности, сияние Аврора, вы могли ее наблюдать. Это замечательная кровать зеленого цвета. Она волшебная, я вам скажу сразу же. Именно эта кровать стоит в нашем проекте сияние Авроры. Она очень крутая, но здесь она даже не похожа на ту кровать, которая в нашем проекте. Не просто, потому что она обшита совершенно другой тканью. Да, здесь ромашка. Но это именно одна. Если вы зайдете на сайт, посмотрите проект сияние Авроры, то там в спальне, вот именно эта кровать, очень крутая, выглядит волшебно. Вот зеленый цвет просто восхитительный. Но на самом-то деле вы можете выбрать любой. Кстати, вот ваша ткань. Да, спешу. Кстати, вот как раз-таки сияние Авроры, это именно тот случай, когда ткань выбрана, ну, одна из самых дорогих, самых шикарных. То есть, это производство европейское. В составе 80% шерсти. Но она на ощупь обалденная. Просто даже вот... Ну, даже внешне. Видно, что ткань шикарная. Видите, что... Посмотрите, какая цветовая гамма шикарная. Какие сложные пыльные оттенки. Это все отличная особенность уже более другого ценника тканей. Ну, есть, естественно, ткани попроще. Еще проще. Ну, здесь лежат непростые ткани все. Ну, понятно. Здесь, кстати, вот эти ткани мы напрямую из Бельгии возим. То есть, прям напрямую. Вот эти ткани, это... Кстати, вот эти в том числе. Вот это все поставка на европейский рынок, на фабрике идет. Кровать стоит от 110 тысяч до 142 тысяч. Вот такая. Но кровать волшебная, правда. В проекте использовали, было здорово. Пойдем другую посмотрим. Я предлагаю, кстати, знаете, что посмотреть? Опять же, на что обращать внимание, да? Да, давай. Посмотрите на толщину бортика кровати. Так, зачем? Здесь она порядка 7,5 сантиметров. Это сделано, кстати, в первую очередь для эстетики. И момент второй, посмотрите, его даже невозможно пошевелить, потому что это очень сильно на прочность изделия, конечно, влияет. Опять же, обратите внимание на дешевых производителей, как сделано. Как правило, здесь просто, не знаю, это максимум ДСП сделано. Два слоя. Или еще что-то. Кстати, да. И бортик двухсантиметровый, и еще не очень, не очень, как бы, хорошо лежит ткань на нем. Это, кстати, очень частая история. Здесь, более того, вот этот царг, или как это называется, я не знаю, боковина, заходит под вот это ухо. Боже, вы не представляете, сколько мы времени, когда еще запускали эту модель пилотно, наблюдать, как долго мы садили на эту спинку ткань, это был какой-то кошмар. Но мы победили. Да. Это стоит того. Да. Безусловно. Посмотрите, как сидит ткань, как идут строчки. Здесь, конечно, очень такая, как сказать там, фактура, да, которая немножечко скрывает строчку. Не видно. Да, строчки здесь не видно, но когда она проявляется, то очень здорово выглядит, очень тонко, утонченно. Это все равно, что такой костюм, как ты правильно сказала, или даже смокинг, на... Приятнее, более качественную, другую вещь, в любом случае, одеть. Да, да, конечно. Вот он отделся, и все, все дамы упали к его ногам. Мужчины, покупайте такую кровать, и женщины упадут к вашим ногам на эту кровать. Безусловно. Или наоборот. Кстати, наша мебель, это очень такое простое сравнение в одежде, да, все же понимают разницу. Дешевые производители одежды... Это же лайфхак. Им более, да, да. Это точно. Я предлагаю взглянуть... Та-да-та-тан, татан. Я предлагаю... Она еще поднимается? Да, я предлагаю взглянуть на внутреннюю отделку кровати, которая тоже, безусловно, влияет на стоимость. Ну, мы уже бортик обсудили, да, что он просто у нас неубиваемый, неприбиваемый, что он очень широкий. Соответственно, очень прочный. Посмотрите, опять же, лицевая ткань внутри. Пока не сломал. Слава богу. А пнуть можно? Можно пнуть, но только... Чистыми ботинками. Да, да, чистыми обязательно. То есть лицевая ткань заходит внутрь. А что, например, как можно сэкономить, да, и как делает недорогой, опять же, производитель. Вот это ДСП, которое внутри стоит, оно здесь просто у вас остается. Как правило, белые вот эти борты. Чуть-чуть вот так вот ткань заворачивает, степлерят. И здесь у вас просто ДСПшка вот это вот и торчит, как правило. Кстати, вот это очень верное замечание. Обратите внимание, что на некоторых кроватях вот здесь вот, когда вы откроете и посмотрите, как закреплена ткань, вы увидите вот эти скрепки, вот эти дурацкие, которые быщ-быщ, их вот так вот прискрепливают. Здесь я этого не вижу. Все справедливо. Люди за сколько вам продали, они настолько вам и сделали. Мы такие проводники прекрасного и пытаемся это прекрасное показать. И вот это прекрасное, оно в мелочах, в нюансах, в деталях, которые порой скрыты, и мы не всегда их можем оценить. Мы всегда говорим, вы видите разницу? Если человек говорит, я не вижу разницу, и там дешевле. Продайте мне что-нибудь на сильно. Я всегда отвечаю, что если вы не видите разницы, зачем платить больше? То есть тут безусловно такая же история. Берем еще две модели из кровати, обратим внимание. Кстати, все, Валютина у нас видите зашита. Это все, представляете, сколько нужно мастеру времени потратить, чтобы просто обклеить даже элементарный внутренний каркас? Это время, а время равно деньги, безусловно. У каждой модели есть стандартная ширина матрасов. То есть вы можете позвонить нам в салон. Вы от матраса отталкиваетесь? От матрасов, безусловно. Давай такая, метр сорок. Метр сорок, метр шестьдесят, метр восемь, самые распространенные. Но у некоторых моделей разные есть. Да, два метра тоже есть. Максимум? Максимум – это индивидуалка. Если вы хотите по индивидуальным матрасам, это часто, кстати, у нас баскетболисты ребята были, еще что-то. То есть просят там 220, там 2100. Мы навстречу идем, там просто коэффициент прибавляется из-за того, что нам нужно переделать каркас или кало. А узенькую кроватку можете сделать, допустим, 90, там 80? У вот этой модели как раз-таки есть такая возможность. Давай ее посмотрим. Ну, у каждой кровати есть уже определенный набор этих ширин матрасов. Объясню почему. Потому что, опять же, мы за эстетику. Я, предположим, скорректирую, да, ширину матраса на другую модель, а она и внешне не подойдет. У меня просто совесть не позволяет сделать вам страшненькую кровать, которая будет очень как-то понятно выглядеть. А, слушай, а какая форма родилась вот этих подушек? Просто их в дизайне много используют. Вот именно вот такая толщина, вот такая строчка выступающая. То, что сейчас в тренде, кстати, очень. Да, как вот это, кстати, мятый диван. Здесь я не претендую, да, на создание, так скажем, вообще этой фишки, да. Непонятно, какая фабрика завела эту моду. Именно вот этих мятых диванов и кроватей с строчкой. Опять же, потому что не только у одной фабрики, да, таких там, как Бакстер и так далее, есть такие модели. Они, опять же, есть у многих сейчас фабрики. Потому что тренд. Это как в обе в одежде. Ну, понятно. Если идет тренд на шпильку, ну, у всех будет шпилька, да. Если там идет тренд, тоже на какую-то сообразную вещь. На лабутены. Как сейчас на белую обувь, ну. На лабутены. Да. И в офигительных штанах. Кстати, да. Сегодня все сошлось. Это что, лабутены, что ли? Да нет, конечно. Ну, что-то подобное. Да и слава богу. Эта кровать поднимается? Да, здесь тоже есть механизм. А можно не поднимающийся механизм сделать? Это подешевле будет? Нет. У нас по умолчанию механизм везде установлен, где позволяет конструкция кровати. Вот так вот. Да, да, да. Опять же, говорю, повторюсь, мы не претендуем на что-то удешевить прямо до потери пульса. Нет. У нас выбран определенный сегмент. И, как сказать-то, у заказчиков этого сегмента есть определенные требования, которые мы сегодня и перечисляли. С машинами сравнить это что у вас? Ну, смешно уже, просто экономить там плюс-минус 5000 рублей на шикарное такое изделие. Ну, как бы это уже просто... Не укладывается? Ну, нет, конечно. Когда кровать, конечно, стоит там 20 тысяч рублей. Конечно, там экономишь на всем, да, предположим. Думаешь, как же ее так подешевле сделать? То есть, ну, тут... Ладно, давайте эти модели кровати посмотрим. Она уж совсем лаконичная. Кстати, вот здесь как раз-таки вы можете оценить строчки швы, потому что очень такая лаконичная модель и на матовой поверхности, да, без рисунка ткани. Посмотрите, все это очень видно. Идеальная строчка. За счет этих строчек, конечно, и вся эстетика тоже образуется. Слушайте, ну, это круто, конечно. Так, ну, а как на ней лежится? На ней лежится так же божественно. Она невысокая, кстати. Я могу только присесть. Я сейчас усну, потому что у меня на сон времени вообще не хватает в последнее время. Да-да-да, чтобы мы поняли и оценили размер кровати. Мы, кстати, по цветам с ней идеально сочетаемся. Браться пришлось. Поэтому, конечно же. Эта модель, кстати, у нас тоже сейчас одна из самых продаваемых. Сейчас в тренде именно панели, да, какие-то деревянные, мягкие панели и так далее. И на их фоне был запрос как раз-таки, чтобы была кровать с низкой спинкой. Чтобы было видно панели. Да, потому что очень часто же применяются какие-то дорогие породы древесины и так далее, чтобы не скрывать всю красоту за спинкой кровати. Вот эта модель именно под этой историей была создана. Конечно. Тоже поднимается? Здесь не поднимается, потому что высота бортика не позволяет расположиться уже самому ящику. Он просто будет ничтожно мал. Называется Муглов? Да, все верно. Ну и до 140. Это ткань опять же. Здесь, кстати, да, представлен кожзам, но кожзам может опять же быть за 100 рублей. Вот это 100% европейский тренд. Именно вот такие формы сейчас. Сейчас шведская выставка вся вот именно вот в таких формах. Ну, уже не прямо сейчас, а уже какое-то время. Давно уже, конечно, да. И опять же говорю, фабрик плюс-минус, там модели на ножках чем-то другом напоминают. Это, кстати, моя подруга делала это зеркало. Его, кстати, можно приобрести. Дизайнер, архитектор, девочка Анна Ревенковская. Мы привлекаем, кстати, сейчас очень активно дизайнеров. Не только наших друзей, да, кто просто приходит, хочет поучаствовать, чтобы создавать уже какие-то совместные проекты, потому что, ну, в нашей миссии... Так, давайте скажи, кого зовешь, дизайнера, чтобы они... Друзья, да, если вы заинтересованы, да, с нами посотрудничать, создать какое-то красивое изделие, мы всегда за, потому что вообще, в принципе, миссия нашей компании – это возрождение вообще дизайна. Сколько платишь? Нисколько. Как так? Подожди, как так? То есть за пиар, что-то? Я вам, честно скажу... Работать будем за еду? Давайте мы договоримся, потому что в любом случае... Я не могу сейчас ответить на этот вопрос сходу, потому что это все такая история. Там же процент от продажи изделия, может быть, мебели и так далее. Ладно, я провоцирую мобилу, вы же понимаете, то есть, что... А то она такая немножко скованная, а я пытаюсь ее развеселить. Ну, я в жизни, да, немножко повеселее, ребят, просто я стесняюсь видеть ее немножечко. Да. Так вот, эта замечательная кровать называется Форса. И стоит она 100, ну, почти 130 тысяч рублей. Я думаю, ее тоже можно любой тканью обшить. Смотрите, какие ножки. Кстати, ножки – это отдельная история, потому что как только начинаешь смотреть кровать на каких-то красивых ножках, ты сразу же натыкаешься на какое-то убожество просто. Ты где ножки берешь? Это по нашему дизайну изготавливается. У нас вообще весь металл под наш дизайн изготавливается. То есть, ножки вы прямо изготавливаете индивидуально? Я придумываю модель, да, и мне же ее нужно где-то приобрести, а приобрести негде, к сожалению. Так что вот на Урале создаем дизайн потихонечку, своими силами. Вот он, этот герой. Друзья, аплодисменты. Я считаю, это достойно внимания. Ну, нам сложно, честно вам скажу, потому что вот и вопросы там о ценности нашего продукта постоянно почему-то приходится отстаивать, хотя как бы, ну, и так все очевидно, да, что продукт, ну, красив, качественный, красивый, и почему он должен стоить дешево. Пишут, последняя кровать, прям. Прям ням-ням. Нет, просто прям, вот прям последняя кровать. Последняя кровать, что? Я не знаю, вот прям последняя кровать. Я пытаюсь интонацию передать. ДСП есть в изделиях? ДСП присутствует. Ты формальдегидами травишь людей? Конечно. Все травят, и я травлю. У нас требования, да, определенные, давайте начнем с этого. Все, все, все. Все, я не хочу с тобой, все, не хочу с тобой.